Как должно быть помнят наши зрители в первое время после того как аисты приступили к интенсивному строительству гнезда, у них не очень хорошо получалось, часто принесенные ветки падали снова на землю, приходилось их подбирать, снова укладывать в гнездо, они снова падали, и так нередко по нескольку десятков раз с одной веткой. После того как были удачно положены несколько ключевых веток сильно торчащих из гнезда в разные стороны, дело понемножку пошло на лад, эти торчащие ветки образовали каркас, и уже теперь следующие ветки, которые аисты пытались вкладывать, цеплялись за этот каркас, не падали, и в свою очередь наращивали каркас, что все дальше и дальше упрощало процесс строительства гнезда. Хотя гнездо у нас расположено невысоко, и оба аисты в принципе способны заскочить туда прямо с земли, но они предпочитают подниматься в гнездо и спускаться из него по трапу, который был специально для этого сделан. Такой подъем позволяет аистам приносить гораздо более крупные ветки и большие клочки сена, чем могли бы они это сделать в природе, пользуясь только полетом. Поскольку нести ветку, идя пешком, и даже поднимаясь пешком под достаточно крутым углом, все уже достаточно просто, намного проще, чем нести ее по воздуху, особенно если мешает ветер, и надо еще при сильном порывистом ветре сеть в гнездо. Здесь аисты таких проблем не испытывают. Уже к середине строительства ветки практически перестали падать, но несмотря на это аисты нередко очень долго пытались укладывать какую-нибудь особенно интересную для них и сложную по конструкции ветку. Приходили ей все новые и новые места, сравнивали, как она лежит здесь, здесь и здесь, и в конце концов переходили к следующей ветке. В этот период у них началось спаривание. Мы аистов пока еще держали большую часть суток в теплом домике, поскольку температура устойчиво держалась ниже нуля и только днем поднималась до положительных значений. И вот то время прогулки, которое у них было, они старались максимально использовать для того, чтобы как можно больше успеть за это время построить гнездо. Мы опасались, что в какой-то момент самка начнет откладывать яйца прямо в домике, поскольку откладывают яйца они в ночные или в ранние утренние часы. И вот как тогда быть с этими яйцами, переносить их в гнездо или позволить им дальше откладывать в домике, но этого не произошло. И в какой-то момент у нас ночные температуры тоже несколько повысились, поднялись примерно до нуля. Это позволило нам перестать закрывать аистов на ночь в утепленные домики. Правда, обогреватели у нас все равно работали, и птицы, если у них такая потребность возникала, могли зайти и погреться. В первую очередь этим пользовалась самка. Возможно, для формирования яиц она нуждалась в более высокой температуре окружающей среды. Может быть, она просто ленилась, поскольку основную работу по строительству продолжал все равно выполнять самец. И вот, настал наконец день, когда Гоша решил положить в гнездо одну из самых своих любильных веток, который он отыскал еще осенью, и с тех пор носил ее с собой везде, куда бы ни пошел. Когда мы аистов перевели на зимовку в теплый домик, он ее туда принес и там перекладывал из угла в угол. Но вот в какой-то момент он решил ее положить в гнездо. Для него было целой проблемой вытащить эту большую разлапистую ветку через узкий вход. В конце концов, он успешно справился и долго потом не мог найти для этой ветки наиболее подходящее место. И решится ее заложить потом в следующей порции гнездового материала. После того, как аисты приподняли основание гнезда примерно на 60-70 см, они приступили к выстилке лотка. В это время они уже интенсивно носили в гнездо сено, но продолжали выстраивать и буртики гнезда из веток. Из сена выстраивали лоток. И периодически укладывались в этот лоток. Проверяли, насколько там будет удобно лежать, когда наступит следующий этап их гнездовой жизни. Достиживание яиц. Об этом следующем этапе мы расскажем в одном из следующих репортажей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok